Приветствую! У нас с вами была уже справедливая мобилизация от Дубинского, была мудрая мобилизация от Мазурашу и сейчас нам всем грозит безуглая мобилизация, понятно от кого. И вот эта мобилизация меня даже пугает, наверное, больше всего. Почему? Вы сами знаете, что последнюю неделю Пани Безуглая была очень активна в плане выдачи количества постов и инсайдов по поводу того, каким будет закон о мобилизации и о воинской службе, что нового в этом законодательстве появится. И мне не хочется честно комментировать каждый ее пост в отдельности, каждую ее фразу в отдельности. Почему? Ну потому что, ну вот не хочу, я не вижу в этом смысла абсолютно, потому что это не закон, это даже не законопроект и тратить на это время я не вижу смысла. Более того, если я это начну делать, мне кажется, что вы будете обвинять меня в том, что я спамлю вас этими видео. И честно говоря, не хотелось это видео писать, но, ну вот знаете, все равно было желание поделиться общим впечатлением по поводу всех этих постов. И знаете, общее впечатление такое у меня. Это слово на букву П, правильно, профессионализм. Почему? Потому что когда ты читаешь эти посты, ты прям проникаешься высоким профессионализмом человека, который это пишет. Значит, и ты понимаешь, что то законодательство, которое будет принято на основании этих постов, да, оно же, оно очень опасно. И опасно оно не тем, что там будет что-то такое придумано, что там ТЦК и ЕСП получат там просто какие-то безграничную власть и широкий круг полномочий, а людей лишат прав. Нет, мне кажется, опасность этого в другом. Опасность в том, что там будут какие-то нормы, которые будут непродуманные, необдуманные. И они в конечном счете ухудшат жизнь всем. И людям, и ТЦК, и ЕСП, и никто не будет знать, что с этим делать. Ну, мы помним уже, была у нас справка от Безуглой, да, в 11 абзац статьи 23 закона о мобилизации, после которой, ну вот никто не знал, что делать, да, потому что она придумала, что нужно подтвердить, что нет других родственников, которые обязаны содержать человека по закону. Но она забыла подумать о том, что такой же справки нет, и ни один орган не может выдать тебе справку о том, что у тебя нет других родственников. И это было прекрасно, божественно. И намучились мы с этим от души и продолжаем, по сути, мучаться. Так вот, почему же П, почему же профессионализм? Потому что, давайте посмотрим, один пост, он самый яркий, самый понятный, и все увидят этот профессионализм. Это пост, который касается инвалидов, да, вот, что они предлагают сделать для инвалидов. И вот она пишет, что до осіб, которые имеют третью группу инвалидности, додаем для них відстрочку и право на звольнение в законопроект про рекрутинг, мобилизацию и проходжение службы. Тобто, такую особу зможуть призвати тільки добровільно, і можна звільнитися з добажанням. И сейчас я более чем уверен, что многие из вас такие в состоянии когнитивного диссонанса находятся, потому что у вас возникает мысль такой, стоп, ну, кажется же, что закон и сейчас содержит норму о праве на отсрочку для инвалида третьей группы. И ваш мозг вас не обманывает. Действительно, если мы откроем 23 статью закона о мобилизации, то мы увидим, что люди с инвалидностью третьей группы имеют право на отсрочку. Да, они не имеют права на увольнение с воинской службы. Действительно, это новшество. Будет, если будет. Но право на отсрочку они имеют уже сейчас. И странно, странно, то этого, получается, не знает кто. Кто этого не знает? Либо этого не знает человек, который пишет посты Марьяне Безуглой от ее имени в фейсбуке. Либо же этого не знает сама Марьяна Безуглая, которая является, на секундочку, заместителем главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. То есть это профильный комитет. И там, по идее, должны быть люди, которые знают военное законодательство. Ну, если они сидят там разрабатывают. И она же говорит, мы там денно и ношно сейчас работаем над законопроектом. А вопрос у меня какой? А как вы можете работать, если вы такое пишете? Но я искренне верю в то, что пани Марьяна является профессионалом и, безусловно, она знает о том, кто имеет на сегодняшний день право на отсрочку. Но, видимо, другой человек пишет за нее посты. Скорее всего. И здесь надежда, знаете, на что? На то, что этот человек не будет писать за нее законопроект. Потому что, если вдруг такой человек будет писать законопроект, то мы вот получим то, что получим. Мы получим абсолютно не системный законопроект. Законопроект, который никоим образом не будет увязан с другими нормами. Там, закон о мобилизации, закона ОВО и ВС, с другим законодательством Украины. И в итоге приведет к тому, что этот законопроект будет нам создавать проблемы. Даже вопрос не в том, ограничит он права или нет, а в том, не создаст ли он нам искусственно проблемы. А вот, честно говоря, того, что там будет прописан какой-то хороший законопроект, который даст там полномочия ТЦК и ИСП, ограничит права людей, создаст какой-то, может, эффективный механизм мобилизации, ну, честно говоря, когда почитаешь эти посты, ну, вера в это пропадает. Может, может, это я как-то неправильно воспринимаю это, может, я несколько утрирую ситуацию, не знаю. Как говорит, поживем, увидим, да, увидим этот законопроект и тогда будем о нем говорить. И, друзья, еще раз, не обижайтесь на то, что я там не все подробно и сейчас там неподробно это комментирую. Да, ну, правда, мне кажется, что смысла большого в этом нет. Нужно разбираться уже хотя бы, когда будет законопроект, а еще лучше, конечно, разбираться с законами. Потому что мы с вами прекрасно знаем, мы видели, что большинство законопроектов не становятся законами. И в этом смысле даже не всегда имеет смысл говорить о законопроекте, потому что непонятно, какова его будет судьба. Ну, и, естественно, поскольку мы еще не говорим о вот этом законопроекте, да, то это значит лишь одно. Но текст его еще не подан в Верховную Раду. Я за этим слежу, проверяю это по несколько раз в день. И как только он появится, его вот обязательно подробно прокомментирую. А на этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok